Добрый день, уважаемые слушатели! С вами канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, нам интересно с вами общаться и быть. А сегодня мы с вами поговорим о гороскопе на октябрь 2017 года для весов. Соединение планет подчеркнет вашу скромность и нежелание проявлять инициативу в общении. При этом вы будете вести достаточно активную личную и деловую жизнь. Благоприятные дни для весов в октябре 2017 года это 3, 8, 11, 16, 21, 27 и 30 октября. Сложные дни для весов в октябре 2017 года это 5, 20 и 28 октября. Обращайте на это внимание при планировании на октябрь 2017 года. Гороскоп на октябрь 2017 года для весов женщин. Итак, любовный гороскоп. С 1 октября по 10 октября вы сможете извлечь уроки из предыдущего периода и окажетесь на одной волне с любимым. Ваш партнер человек явно не общительный. Вас как личность активную может порой стяготить это одиночество вдвоем. Но вы уже освоили урок и если хотите, чтобы избранник не обижался, вам следует на время забыть о том, что в мире есть другие мужчины. С 11 по октября по 20 октября вы с партнером буквально растворитесь в чувства. Вам очень понравится проводить время наедине с друг с другом. Соединение планет в вашем знаке добавит здравого смысла отношения. Вам не так уж будут нужны шикарные подарки и ухаживание. Важнее, чтобы избранник был надежным и верным. 21 октября по 31 октября. У вас будет очень скромный, неуверенный в себе кавалер. Он может так нерешительно ухаживать за вами, что у вас возникнет вопрос, а стоит ли этого так добиваться. Получается, что всей вашей привлекательности недостаточно, чтобы заставить активно действовать мужчину, который вам по-настоящему дорог. 2. Романтическое свидание. Встречу наедине лучше назначать в тех местах, где вас не подстерегают неожиданности, где можно сохранить тайну. Поэтому лучше не назначать свидания в людных местах, ресторанах, кино, около работы или возле дома. Выбирайте для встреч другой район или места, где вы ранее никогда не были. 3. Семейный гороскоп. В семье у вас будут в целом ровные и спокойные отношения, однако напряженные аспекты осложнят контакт с родными. У ваших родителей может возникнуть впечатление, что вы слишком отгородились, стали жить особняком, отделились от них. Поэтому постарайтесь развеять это ощущение, даже если ваши родители в чем-то правы. Им совсем не обязательно знать это наверняка. 4. Секрет счастья. Ваша токсичность поможет наладить отношения с близкими. 5. Родители и родственники старшего возраста будут нуждаться в вашей помощи. Будьте вежливы и внимательны к ним. 5. Гороскоп отдыха. Хороший отдых для вас будет там, где поменьше народа. Вы сможете отдохнуть так дома, так и в каком-нибудь уединенном отеле на тропическом острове. Главное условие, чтобы вы не были вынуждены постоянно общаться с большим количеством людей. 6. Вместо силы. Вы сможете почувствовать сильный подъем душевных сил в местах, связанных с вашим ранним детством. 7. Вам может даже прийти в голову посетить тот роддом, в котором вы появились на свет, или детсад, в котором вы когда-то ходили. 7. Гороскоп работы и денег. По работе у вас будет много деловых встреч и контактов. Только вы сами будете знать, скольких сил и здоровья вам это стоит. Однако ни статуса, ни прибавки их зарплаты в этот период вам это все усилия не принесут. Вероятнее всего, ваш успех будет отмечен начальством в ближайшем будущем. 8. Покупка месяц. Ваши траты будут спонтанными и даже нерациональными. Вы можете пожертвовать крупную сумму на благотворительность, купить что-то ненужное и с жалости дать деньги в долг человеку, который их вряд ли вам вернет. 9. Гороскоп здоровья. Непростой период для здоровья, так как управляющая мамами в Венера будет образовывать напряженный аспект. Это говорит о вероятном возникновении простудных и обострении хронических заболеваний. Все это потребуется от вас повышенного внимания к своему самочувствию. Поэтому обращайте внимание на ваше здоровье и будьте очень внимательны. Гороскоп на октябрь 2017 года для весов мужчин. Любовь. Ваш любимый будет вести себя совсем не так, как обычно. Как правило, его общительность вас утомляет, а сейчас он сам предпочит уединиться с вами подальше от своих консольливых друзей. Все это будет, конечно, очень приятно, но совершенно на него не похоже. У вас может закраситься сомнение, что он играет в какую-то игру и хочет просто с вами поэкспериментировать. Но потом вы убедитесь, что он был в этом абсолютно искренен. Тонус. Ваш партнер вряд ли будет настроен на спортивные подвиги. В его теперешнем ленивом состоянии ему совсем не захочется тратить свое время на занятия в спортивном зале, вместо того, чтобы полноценно отдохнуть. Финансы. Ваш избранник может распоряжаться деньгами очень безответственно. И вы не раз в этом месяце будете отчитывать его за неразумные траты. Чего стоит, к примеру, его манера одолжить другу денег непонятно на что. Правда, вы очень удивитесь, когда спустя время эта благотворительность принесет вашему любимому хороший доход. Увлечения. Не упрекайте партнера в линии. Сейчас ему необходим отдых. Единственное, что вы можете ему предложить, так это какой-то интеллектуальный досуг. Ходить на концерт, послужить музыку, посетить какую-то выставку. Гороскоп на октябрь 2017 года для весов деток. Если вашему малышу от 0 до 6 лет, малыш весы будет держаться немного в стороне от сверстников. Скорее всего, сейчас он выберет какого-то одного ребенка в качестве друга и будет общаться лишь с ним. Шумные толпы детей могут его утомлять. Если вашему ребенку от 7 до 12 лет, то маленькие весы будут готовы проводить все дни напролет дома. Ваш ребенок даже может затеять разговоры о домашнем образовании и будет вам вклятвенно обещать, что начнет учиться только лучше. На самом деле он просто переутомился. Нужно снизить нагрузку или отдохнуть. Если вашему ребенку от 13 до 17 лет, то ваш подросток выберет в качестве объекта обожания не совсем подходящую персону. Это может быть человек значительно старше или не вашего круга. Он не понравится вам своим поведением, профессией и воспитанием. Не настаивайте на своем, наберитесь терпения и ждите, когда в вашем чаде проснется здравомыслие. Друзья, это был канал Сетерика для тебя. До новых встреч!